Константин Юшкевич – российский актёр, театр и кино, сценарист, звезда сериала «Балабол» и в том числе второй его части. Исполнитель главной роли в полнометражной кинокартине «Упражнение в прекрасном, отмеченной критиками кинофестиваля Кинотавр». Константин Юшкевич родился в семье советских инженеров 14 сентября 1969 года, родной город актёра Свердловск. Сейчас он называется Екатеринбург. Родители Кости гордились профессией мальчика, но не собирался продолжать данную работу. В школе Костя проявлял бунтарский характер, не мог спокойно досидеть до конца урока. Юшкевич был интеллигентным бунтарём, не хулиганил, уроков и вовсе не срывал, зато обожал разыгрывать одноклассников и педагогов, за что попал под личный контроль директора школы. Родителям Константина часто приходилось слышать о неудовлетворительном поведении сына, у которого даже был отдельный дневник, где учитель делал отметку о поведении после каждого урока. Чтобы обуздать неуёмный темперамент мальчика, родители записали сына в театр миниатюр при Дворце пионеров. Так в 10 лет Костя приобщился к театральному искусству. Мальчику нравилось участвовать в спектаклях, но всерьёз об актёрской профессии Костя не думал, собирался в танковое училище. Мечта стать военным не осуществилась из-за проблем со здоровьем. Тогда Константин Юшкевич решил поступать на юрфак, но эти планы изменил один случай. На любительской постановке талантливому парню посоветовали стать профессиональным актёром. Юшкевич так и сделал, поступил в Свердловское театральное училище. Вскоре после этого юношу призвали в армию. Учёбу пришлось внезапно прервать. После демобилизации Юшкевич доучился, однако театрального училища было и вовсе недостаточно. Будущий актёр собрал вещи и уехал поступать в московский ГИТИС. Артисту это удалось, причём зачислили парня сразу на второй курс. В 1996 году Юшкевич получил диплом престижного института. Сразу после ГИТИСа Константин Юшкевич поступил в Ленком, где проработал 7 лет. За эти годы актёр так и не стал своим в труппе. В одном интервью Константин сравнил театральную иерархию с армейерской дедовщиной. Значимые роли получают только старожилы. Константин понимал, что пришло время изменений. Юшкевич уволился из Ленкома и пришёл в независимый театральный проект. Именно здесь открылся многогранный талант Константина Юшкевича. Актёр сыграл много ярких ролей, в том числе роль в постановке «Лэдди Снайт». По задумке режиссёра, спектакль должен был закончиться стриптизом. Константину Юшкевичу эта работа далась тяжело. Пришлось носить стринги в «Цветочек дома» и на репетиции, чтобы подготовиться к новому формату спектакля. Зрители восприняли спектакль на ура. В кино Константин начал сниматься в 90-х годах, но роли были малозначительными. Популярности они ему и вовсе не принесли. В 2000-х годах актёрской биографии Константина Юшкевича начался подъём. Артист снялся в эпизодах «На углу» у «Патриарша», «Марш турецкого» и многих других. В 2003 году актёра утвердили на роль любовника в картине «Гололёд». Сюжет фильма затрагивал щекотливую тему гомосексуализма. Через три года зрители увидели фильм «Дикари», в котором снимались Гоша Куценко, Алексей Горбунов, Влад Галкин и Константин Юшкевич. Лёгкая картина о кризисе среднего возраста с тонким юмором и глубоким философским смыслом сделала Юшкевича очень даже популярным. Следующей значимой ролью стал фильм «План Б», в котором Юшкевич сыграл преуспевающего бизнесмена Антона Копылова. Режиссёр просмотрел десятки кандидатур, в итоге остановился на Константине. Актёр сравнивает сюжет «Плана Б» с дракой без правил, потому что герой постоянно меняется в зависимости от своих обстоятельств. Данная роль очень даже интересна Юшкевичу тем, что его персонаж неположительный и вовсе не отрицательный. В конце 2000-х годов фильмография актёров ополнилась работами в сериалах «Так бывает». «Ключи от счастья», «Адвокаты эссы», артист, рост которого 190 см, сыграл более 70 разноплановых ролей, среди них роль босса в сериале «Рыжая», уголовника в сериале «Защита против», «Васи в мороз по коже». Драму «Мороз по коже» хорошо восприняли в Европе и даже в Америке. В 2011 году артист стал лауреатом премии кинофестиваля «Кинотавр» за исполнение главной роли в фильме «Упражнение в прекрасном». Значимыми работами последних лет кинематографической карьеры Юшкевича считается иронический детектив «Балабол», который получил высокие зрительские рейтинги после трансляции на Первом канале, «Мелодрама-наследница», «Драма-игра в правду», «Комедия про жену-мечту и еще одну», «Мелодрама-развод по собственным желаниям». Константин Юшкевич не только актер, но и сценарист, продюсер. Артист создал сценарий к популярным фильмам «Игра в правду» и «Упражнение в прекрасном». Личная жизнь Константина Юшкевича давно устроена. Актер женат и счастлив в своем браке. Вторую половинку по имени Ольга артист встретил вскоре после службы в армии. Девушка училась в театральном училище в Свердловске, там же, где и Костя. Познакомились, начали встречаться и вскоре поженились. Свадьба была очень даже стукромной. У Константина и Ольги двое детей – Евдокия и Екатерина. Актер говорит, что у них полная противоположность. Евдокия – романтичная и ранимая натура, а Екатерина – боевой характер. Девушка может постоять за себя. Из-за плотного графика Константину Юшкевичу не всегда удается уделять семье много времени. Все свое свободное время он проводит с женой и дочерьми. Семья катается на роликах, развлекается в аквапарке. Еще одна страсть актера – это рыбалка. Константин любит отдыхать именно на природе. Многие поклонники актера задаются вопросом, кем приходится друг другу Константин и Сергей Юшкевич? Братьями или только однофамильцами? Как утверждают таблоиды, у артистов нет между собой никакого родства. Юшкевичи не снимались в одном кадре, за исключением сериала «Всегда говори всегда». Но и там их персонажи не участвовали в общих сценах. Константин ведет уединенный образ жизни, свое свободное время отдавая семье. В сети у артиста не зарегистрировано аккаунт, в том числе и Инстаграм. Кроме неофициального сайта, где можно увидеть фото, видео, фильмов и спектаклей с Юшкевичем, а также ознакомиться с интервью актера разных лет. 2016 год принес артисту работу в очередном сезоне сериала «Склифосовский», в котором Олегу Брагину и Максим Аверин пришлось вновь начать работу после продолжительной болезни. А травматологу Сергею Куликову в исполнении Константина Юшкевича столкнуться с непослушанием повзрослевшего сына. В этом же году на телеканале НТВ стартовал показ криминального боевика «Вышибала», где главных героев Чижика, отсидевшего за чужое преступление, и Гуни, его бывшего напарника и нынешнего соперника исполнили Геломески и Дмитрий Марьянов. Константин Юшкевич предстал в образе руководителя коллекторского агентства Игоря Богатого. Премьерой сезона также стала мелодрама «Челночницы», рассказывающая о пяти предприимчивых подругах, которые в середине 90-х решили открыть собственный бизнес. Героини Марии Порошиной, Ирины Розановой, Елены Пановой, Светланы Ивановой и Заряны Марчина стали «Челночницами». Юшкевич перевоплотился в супруга одной из них. В детективном триллере «Чистое искусство» режиссера Ренетов Давлет-Ярова актер предстал в образе майора ФСБ. Сейчас идут съемки шестого сезона сериала о сотрудниках Института имени Склифосовского, где Константин по-прежнему занимает ведущую роль. В 2018 году планируется выпустить детективную комедию «Мама Лора», где Константин предстанет в главной роли напарника-сыщика-самоучки-буфетчицы Лоры, который сыграет Елена Панова. И сейчас бы хотелось напомнить вам небольшую фильмографию, в которой снялся сам Константин Юшкевич. В 1990 году он снялся в фильме «Здравие желая» или «Бешеный дембель». В 1999 году в фильме «Русский бунт». В 2003 году в фильме «На углу у Патриарших 3». В 2006 году в фильме «Дикари». В 2007 году в прекрасном фильме «Мороз по коже». План Б он снялся в 2007 году. Над прекрасным фильмом он поработал в 2011 году и называется он «Упражнение в прекрасном». В 2012 году в сериале «Склифосовский». В 2013 году в фильме «Балабол». В 2015 году в фильме «Развод по собственному желанию». В 2016 году в сериале «Челночницы», продолжение которого стартует уже в 2018 году. В 2016 году в фильме «Чистое искусство». И в 2018 году в фильме «Мама Лора» и в продолжении сериала «Балабол». На этом, собственно, биография Константина Юшкевича окончена. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры подогнал «Симон»